Добрый день, дорогой друг. Сегодня мы будем разговаривать о том, что было бы, если бы твоя девушка была эпилептоидом. В общем, она будет контролировать тебя везде. Скорее всего, контроль будет заключаться в смс, в том, как ты быстро дошел до работы, как ты быстро пришел на работу. Это даже не совсем ревность, хотя она там тоже будет присутствовать. Это больше мониторинг твоей жизнедеятельности. Это будет выражаться, конечно же, в заботе, что является несомненным плюсом. То есть она будет беспокоиться о том, поел ты или нет. Она будет замечательной хранительницей очага. Она будет убирать эпилептоиду очень аккуратно, товарищи. Она будет, соответственно, присматривать за твоей котейкой, собакой, кем угодно, дочкой, сыном, внуком. Но минус из этого всего – это контроль. Тотальный контроль над тобой. Конечно, из-за всего этого более хитрые эпилептоидки предпочитают скрытый контроль, но так или иначе он будет. Дальше следующий плюс или минус, смотря как посмотреть, эпилептоидки очень исполнительны. И если мы будем говорить о том, что это какой-то средний интеллект или ниже среднего, очень сложно будет дать ей какую-то неконкретизированную команду. То есть, если вы скажете ей, к примеру, ну, какую задачу простую перед девушкой вы можете, ну, допустим, убери в комнате, да. Ей может быть даже сложновато, если вы только начали жить, брать в комнате. Ну, она там берет по каким-то своим взглядам, да. Но если это молодая девочка, она, скорее всего, просто разложит все по местам. Но если вы дадите ей четкие инструкции о том, что где лежит, это будет, ну, просто исполнено до идеального, в общем-то, доведено состояния. То есть, белые носки будут лежать с белыми, красные там с красными и так далее. Но почему это минус? Когда это касается каких-то более сложных вещей, допустим, не уборки, представим, что у вас какой-то общий бизнес, общая работа, общее дело, какие-то документы, дела с документами. И немножечко отсутствует такая своя фантазия в принятиях решений. И всегда вызывает ступор. Это у девушки. Поэтому, если у вас близкие взаимоотношения, она будет нуждаться в более подробных инструкциях, чем нежели другие типы девушек. Значит, из минусов – это достаточно скромная постель. Если хочешь узнать, какая эпилептоидка в постели, смотри мое видео о сексе с эпилептоидкой. Значит, из плюсов они достаточно верны в большинстве своем. Вот. И еще из минусов – это может быть некая эмоциональная холодность по отношению к тебе. И некая такая грубость в плане проявления, понимаешь, чувств. Да? То есть она может иметь такие несколько мужеподобные движения. Она может быть неласкова с тобой. То есть в плане не только постели, но и каких-то общих взаимодействий. То есть ты будешь чувствовать, что рядом с тобой находится как бы больше твой друг-сосед по парте, да? Я говорю, ну что, Вован, пойдем там, покурим, что ли, еще что-то сделаем. Чем нежели какой-то человек, который, ну там, заботливый, неженый, ласковый, твой близкий, да? То есть, соответственно, это ощущение эпилептоидка не может создать в силу того, что у нее очень рациональный разум. И все расходуется очень рационально. Вот. Отношение ко всему проявляется достаточно рационально. Вот. Как мама, она достаточно заботлива, на нее можно оставить детей. И, соответственно, родители из них, хоть и достаточно строгие, но, в принципе, очень даже неплохие. А с вами был Кравцев Сергей, Medical Fitness. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях.